Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Каждый истинный верующий хочет жить жизнью, которая угодна Богу, которая демонстрирует, что он верный ученик. И одно из того, что очень помогает нам в служении Богу и в том, чтобы быть верным учеником, — это молитва. Молитва должна быть основой у каждого верующего. Мы увидим и видели на прошлой неделе, что Бог хочет говорить «да» на наши молитвы, но есть условия. И что это за условия? Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 18 главу. Евангелие от Матфея, 18 глава. Мы все знаем это местописание, но вот в чем проблема. Слишком многие люди знают Писание, но они не понимают его. И я имею в виду просто следующее. Они слышат слова, но не имеют правильного понимания намерения Ишуа, Иисуса из Назарета, когда Он сказал эти слова. Так что давайте посмотрим еще раз. Мы читали это место на прошлой неделе, но так важно, чтобы мы понимали истинное намерение Мессии. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава. И посмотрите вместе со мной, пожалуйста, 19 стих. Мы читаем. Опять говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о... И обратите внимание. В большинстве Библии сказано «всяком деле». И я делился с вами раньше. Вы думаете, что этот факт из Божьего Слова? Если двое верующих согласятся о чем-то, и что говорит Писание дальше? Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Имеет ли для вас смысл, что ключевой момент — это чтобы получить что-то от Бога, нужен лишь еще один верующий, который согласится с вами. И тогда, что бы это ни было, Бог сделает. Конечно, это не так. Бог свят, Он праведен. И снова и снова нам надо утверждать, что воля Его совершенна. Что Его план для моей жизни — самый лучший. Так что тут не сказано, что если мы сказали что-то и согласились, это обязывает Бога согласиться с нами. Здесь сказано вовсе не это. Вот в чем проблема. Очень многие переводы просто игнорируют очень важное слово. Вот что здесь сказано. Он сделает им, если это что-то, являющееся. И греческая фраза здесь — «пантос прагматос». Что такое «пантос»? «Пантос» — это все, всякий. Но вот что нам надо понимать. Второе слово «прагматос» игнорируется почти каждым английским переводом. Я сверил переводы на другие языки с друзьями, говорящими на них, и точно так же это слово проигнорировано. Вот откуда мы взяли наше нынешнее слово «прагматичный». И если вы тщательно исследуете это греческое слово «прагматос», оно говорит о том, что исследует и ищет фактической истины, ищет доказательства, и на основании этого доказательства отвечает таким образом, и это очень важно, таким образом, что это в интересах одного. Какого одного? Того, о ком идет речь. И один здесь — это Бог. «Мы всегда должны хотеть того, что угодно Ему». Так что, когда сказано «пантос прагматос», это значит, что все фактически по Писанию, согласно истине, которая на самом деле есть воля Божья. мы должны соглашаться не о том, что хотим мы, а о том, что хочет Бог. Есть и еще один важный вывод из этого текста. И какой? Посмотрите следующий, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое». «А что подразумевает слово «имя»?» «И мы говорим об имени Мессии, о Его характере». Так что, если мы собрались в каком-то месте, и нас двое или трое, и мы согласились, мы собрались в характере Мессии, во имя Его, и это также значит для Его целей. Итак, если мы согласимся в Его характере, Его воле, опять-таки, что произойдет? Тут сказано, «Там Я посреди них». Это приводит Его присутствие в данную ситуацию. Этого мы и ищем. Мы хотим, чтобы Мессия был вовлечен. Мы молимся о том, чтобы Его воля, Его цели были исполнены. А теперь давайте перейдем к новому разделу. Это последняя часть 18 главы. Что же мы говорим о молитве? Молитве, которая способна двигать не просто какую-то гору, но в контексте, как мы увидели несколько недель назад, речь идет о Елеонской горе. Мы упоминали, что когда Мессия вернется, и я говорю о Его Втором пришествии, Его нога вступит на Елеонскую гору. Гора сдвинется, и это возвестит наступление Царства Божьего. Так что, когда сказано, что если вы помолитесь о том, чтобы гора сдвинулась, то речь идет не о какой-то горе, но об этой горе. Речь идет о молитве в свете желания Царства, цели Царства. И вот, чем Мессия поделится с нами в этой заключительной части 18 главы. Он откроет нам, что препятствует нашим молитвам. И что это? Мы знаем, что молитва эффективна, она сильна. Молитва может произвести великое изменение, трансформацию в любой ситуации. Но вот, что очень препятствует молитве. И что это? Это когда мы приходим к Богу, имея дух непрощения. Понимаете, все, что Бог делает в моей жизни, начинается с того, что я принимаю Его милость, Его благодать. А одно из проявлений Его милости и благодати – это прощение. Он прощает мне большинство грехов? Нет. Мои незначительные грехи? Нет. Он прощает мне все мои грехи. Не чудесно ли? Есть ли что более чудеснее, чем быть прощенным? Потому что это прощение, что оно производит? Оно производит через Его великую благодать, через Его дело, через то, что Он сделал на кресте. Оно производит Его прощение, благословение, быть с Ним, Его Царствие навеки, навсегда. Так же Его прощение дает мне потенциал принимать обетование, благословение Божье, преображаться в слугу, как я надеюсь, верного и послушного слугу, с тем, чтобы нам исполнить Его волю и получить награды Царства. Конечно, есть преимущества и в этом веке, но если у нас будет, и уделите этому пристальное внимание, если у нас будет дух непрощения, это производит патастрофический эффект на наше свидетельство, на то, как мы живем, на то, как Бог будет отвечать нам с вами. Перейдем к следующему месту. Посмотрите 21 стих. «Тогда», и это слово «союз», он объединяет. Вот почему я говорю, есть взаимосвязь между эффективной молитвой и прощением. Если мы не будем прощать кого-то, это неблагоприятно скажется на нашей молитвенной жизни. А если есть неблагоприятное влияние на нашу молитву, это опять-таки производит пустоту. Это производит духовное разочарование. И это не дает нам доступа к обеспечению Божьему в нашей жизни. А нам крайне необходимо Его обеспечение. И не только обеспечение, но и прощение. А непрощение делает для нас невозможным иметь Божью перспективу, поскольку Бог прощающий. Так что, если мы хотим Его перспективы, нам необходимо быть людьми, которые быстро прощают. 21 стих. «Тогда Петр подошел к Нему», то есть Петр подошел к Кишуа. «Тогда Петр подошел к Нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня?» Так что подразумевается следующее? «Какой лимит, чтобы, когда брат мой согрешает против Меня, я обязан простить его?» Таков, по сути, вопрос. Стих продолжается. Он не заканчивается. Петр говорит, «До семи ли раз?» То есть, если Он согрешит против Меня семь раз, а на восьмой раз «все, я уже больше не обязан прощать Его». Это истина? Так ли на самом деле? И обратите пристальное внимание на то, что говорит Иешуа. Продолжаем 22 стих. Иешуа говорит Ему, «Не говорю тебе до семи раз, но…» И это эмфатическая конструкция. Это подчеркивается. «Уделите пристальное внимание». Он говорит, «Не говорю тебе до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». Мы знаем, что 70 раз по 7 — это 490. И когда я вижу это выражение «седмижды 70», 490, знаете, что приходит мне на ум? Пророчество Даниила, 9 главе его книги о семидесяти неделях. А неделя в контексте — это 7 лет. Так что мы говорим о 490 годах до чего? До того, как будет утверждена вечная праведность. Мы говорим об установлении Царства Божьего. Так что он говорит следующее. Причина, почему он говорит 70 раз по 7, чтобы научить нас, что сердце Царства, перспектива Царства такая, что прощает без всяких ограничений. Вы слышали это? Это трудно. Зачастую неприятно и думать об этом. Вы что имеете в виду, что этот человек сделал такое против меня, и я должен просто простить его? Да. Это не обязательно значит, что этот человек будет вашим большим другом. Что вы будете ему доверять? Может, не будете. Но вы можете простить этого человека, даже если он и не ищет прощения. На самом деле, это чудесная традиция в иудаизме. Мы часто, если вы посмотрите нашу еженедельную трансляцию под названием «Из Иерусалима в полночь», в начале нашего виртуального служения поклонения мы произносим молитву на иврите под названием «Шма». Она взята из 6 главы, начиная с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть». И это ни в коем случае не против Троицы. И вот какой в этом смысл. Мы говорим эту молитву, когда ложимся спать и когда просыпаемся утром, дважды в день. И вот что говорится в тексте. Если вы продолжите читать 6 главе в Дорозаконии. И когда мы говорим о вечере, есть традиционная молитва в месте «Шма». Она называется «Криат Шма Аль Хамита». В этой молитве мы говорим «Боже, пожалуйста, прости всякого, кто сделал что-то недоброе, что-то неправильное, согрешил против меня. Пожалуйста, о Боже, прости их. Не держи это против них на мой счет. Я прощаю их». Чудесный способ. Я хочу это сказать снова. Чудесный способ завершить день. И это возможно только, если вы ведомы царством, если у вас характер царства. Вот тогда вы можете произносить такую молитву и прощать кого-то, как тут сказано, не семь, но семьдесят раз по семь. Теперь посмотрите, пожалуйста, 23 стих. «Поэтому и мы увидим, что Иешуа даст учение, скажет притчу». Он говорит, «Поэтому царство небесное подобно царю». Имеется в виду человеку-царю. Сейчас он будет учить нас о царстве небесном. И видите ли вы, как в контексте этого царство фигурирует значимым образом? И знаете, что? Так происходит всегда. Итак, еще раз. «Поэтому и это настановление по прощению». Он говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Слово «сосчитаться» — это слово «логос». Оно в другой форме. Логан. Но обычно это... К примеру, мы все знаем текст из первой главы Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Что ж, поймите, что это слово на греческом «логос». Слово, оно означает... Это логос. От него мы получили наше слово. Логичный. Но это не обязательно значит логично для вас и для меня. Это логично согласно Божьей цели, Его воле, Его замыслы. На самом деле, многие люди учат, что это слово «план». Слово Божье — это план, и мы призваны выполнять его, действовать так, чтобы это слово, этот план, приняли форму и стали реальностью. здесь мы видим, что это переводится. Это же самое слово переводится как «отчет». Итак, этот человек, царь, он созывает всех своих слуг и хочет сосчитаться с ними. 24 стих. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А 10 тысяч талантов — это очень, очень большая сумма. Давайте я приведу вам пример. Возможно, вам знакома книга «Эсфирь». Она называется «Мегилат Эстер». Там был злой Аман. И он дал царю человеку по имени Ахашфарош на иврите. Дал ему 10 тысяч талантов, а это астрономическая сумма. Так что мы имеем здесь дело с притчей. Это не историческое событие. Он приводит аналогию. Он использует язык притчи для иллюстрации библейской истины. Итак, «Вот этот раб, он должен этому царю, он должен ему 10 тысяч талантов». 25 стих. «А как он не имел? Он не имел чем заплатить. Поэтому что сделал царь?» Посмотрите середину 25 стиха. «Он приказал, государь его приказал продать его. И это в некоторой степени учит нас о рабстве». Библейское рабство не имеет никакого отношения к такой жестокости, что, к сожалению, имеет место по всему миру и было в Америке с ее возникновения, что привело к гражданской войне. но и после нее рабство еще существовало долгое время. но тут нечто другое. «У этого человека долг, и согласно традиции, он мог быть продан, и не только он, но и его жена, и дети, и все, что он имел для выплаты». То есть продавали все, продавали людей в рабство для выплаты долга. 26 стих. «Тогда раб тот пал, и это значит упал, умоляя смиренным образом. Итак, этот раб пал. Это означает, что он умолял, но также значимо и то, что в Писании использовано слово, означающее поклонение. Это показывает, что раб умоляет своего господина, говоря, «Государь, дай мне время, буквально, будь терпелив со мной, и все тебе заплачу». И вот в чем суть. Это астрономически большая сумма. Он никогда не сможет выплатить ее, но у него есть намерение, он хочет исправить ситуацию. Он хочет поступить надлежащим образом. Обратите внимание на ответ этого царя. 27 стих. «Государь, господин этого раба, умилосердившись над рабом, будучи движим состраданием». Это выражение так важно. «Будучи движим состраданием». И мы видим неразрывную связь между состраданием и прощением. «Итак, господин этого раба, будучи движим состраданием, отпустил его и долг простил ему». Такая огромная сумма. И раб не сделал ничего, но господин простил ему долг полностью. Долга нет. Дело закончено. Вот что мы видим в данном месте Писания. 28 стих. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев». Сто динариев — это примерно зарплата за три месяца. За сто дней. Чуть больше, чем за три месяца. это зарплата за сто дней типичного работника. Не такого, у которого хорошая работа, но у типичного работника. Итак, этот раб, который был должен 10 тысяч талантов, огромную сумму, и если сравнить с тем, что должны были ему, сто динариев, то это сравнительно небольшая сумма, и какой был его ответ. Смотрим снова. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев». И что он сделал? Сразу же, после того, как он получил великую милость от Господина, схватил его, того, кто должен был ему сто динариев, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Иначе говоря, он не только требовал долг, но и наносил тому человеку физический вред. Тогда, 29 стих, товарищ его пал к ногам его, к ногам того самого, кто только что был прощен Господином. Этот другой товарищ пал к ногам его, умолял его и говорил, «Заметьте схожесть, будь терпелив со мной и я заплачу тебе». Этот раб мог иметь реальное ожидание, что его товарищ выплатит этот долг. Первый долг выплатить не мог, поскольку он был столь велик, а второй, очевидно, мог. Тот говорит, «Будь милостив» или буквально «Будь терпелив со мной и я заплачу тебе». Но, 30 стих, «Этот раб, который только что получил милость и прощение, что он сделал? Но тот не захотел, а пошел. Он отдал приказание и ушел, показывая, что дело кончено. Он не собирался больше обсуждать его. И что за приказание он отдал? Чтобы его товарища бросили в тюрьму, пока он не заплатил долг». 31 стих. В этом стихе мы видим, что есть свидетели. Всегда кто-то является очевидцем. И что происходит? Товарищи его видев, и что они увидели? Происшедшее. «И если вы уделите пристальное внимание, это значит, что они видели происшедшее прежде, то, что произошло сейчас, и они думают о последствиях для того человека, которого бросают в тюрьму за его долг. в тюрьму?» 32 стихе. Извините, снова 31 стих. «Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, буквально это означает, что они детально, тщательно рассказали каждую деталь господину, тому самому все». Та же самая фраза, «все происшедшее». И что дальше? 32 стих. «Тогда государь его призвал его и говорит, злой или нечестивый раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». 33 стих. «Он простил раба, и обратите внимание на то, что он говорит, не надлежало ли?» И это слово значит, «не было ли абсолютно необходимо и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» 34 стих. «И разгневавшись, государь...» Это обычное слово. «Означающее гнев». «И разгневавшись, государь его отдал его». Обратите внимание на это слово. В некоторых Библиях сказано просто тюремщикам, но тут речь не просто о людях, работающих в тюрьме. Если вы тщательно изучите это слово, то оно означает «истязатели», «мучители». И это важно, потому что где окажется человек в Царстве Божьем или в месте мучения? В небе, небеса или ад, нет промежуточного места. И тут сказано, «отдал его истязателям», пока не отдаст ему всего долга, пока не заплатит все, что должен ему. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». В некоторых современных переводах Библии термин «если не простит от сердца» пропущен, а не забывают про прогрешение. Но термин присутствует в лучших библейских текстах, в лучших манускриптах. Вся суть в прощении наших грехов. И раз мы получили его, то и сами должны быть прощающими людьми. И это прощение наделит наши молитвы силой. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля!